Всем привет! В этом видео поговорим о том, что российские санкции придушили прибалтийский транзит. Литовские СМИ сообщили об огромных очередях из фур на литовско-белорусской границе из-за взаимных ограничений на автомобильный транзит грузов со стороны Польши, России и Беларуси. По словам главы Литовской ассоциации автомобильных перевозчиков Линава Зиноса Буйвидоса, Литва стремительно теряет выгоду от своего транзитного статуса и основного перевозчика товаров между Россией и Европой и предлагает срочно расширить пропускную способность пограничных переходов для ускорения обслуживания фур. Если этого не сделать прямо сейчас, то Литва, по словам Буйвидоса, может окончательно потерять не только доходы от транзита грузов, но и транспортные компании. Члены литовского правительства пока сохраняют по этому поводу олимпийское спокойствие. С 1 июля 2023 года польские чиновники запретили российским и белорусским перевозчикам въезд на территорию Польши в ответ на аналогичные шаги, предпринятые ранее российским и белорусским руководством. Теперь транспортным компаниям всех перечисленных стран приходится осуществлять перегрузку товаров на границе. Поляки, стремившиеся насолить российским и белорусским перевозчикам в итоге навредили литовцам и латышам. Существенная часть российских грузов ранее перевозилась в Европу транзитом через Прибалтику и Польшу. Поскольку польские власти ранее заблокировали почти все пункты пропуска на польско-белорусской границе, все автоперевозчики двинулись в объезд на Литву. В результате среднее время ожидания пропуска на границе с Литвой увеличилось до 50 часов. Литовские автоперевозчики рассчитывали на то, что санкционная транзитная война между Россией, Белоруссией и Польшей окажет позитивное на них влияние и приведет к росту спроса на их услуги. Однако внушительные очереди на границе отпугнут заказчиков и заставят их искать альтернативные способы доставки товаров. Министр транспорта Литвы Мариус Скодис уже призвал литовские транспортные компании запастись терпением ввиду ужесточения контроля соблюдения санкционного режима на пограничных таможенных пунктах пропуска. Ранее существенный объем российских грузов автомобильным транспортом доставлялся до незамерзающего порта Клайпеды. За прошедший период 2023 года грузооборот данного порта снизился относительно прошлого года на 11% до 13,7 млн тонн. При этом в 2022 году грузооборот этого порта снизился относительно 2021 года на 21%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова